доброго времени суток малята как у всякого заядлого огородника у меня есть так называемые компостные ямы кучи это вот такие специально сделанные короба вернее с паркой из двух коробов с вентиляционными щелями как положено когда заполняешь компостом их то есть материалом под компост материал прокладывается чтобы не быть однослойным зеленым например частично смешивается с навозом в общем как бы все хэппи-энд все живет работает еще и промочена байкалом м1 энергичными микробами так что я так полагаю внутри компост происходит и почему-то мне захотелось еще сделать в дополнение к этому ящику какую-нибудь такую дробил очку измельчал очку чтобы материал лежал не в в таком вот видео более мелких фракциях сегодня я на базе болгарки интерскол 125 1400 м сделал такую измельчал очку вот она предлагается вашему вниманию что она собой являет как таковая основа этой всей измельчалки стандартной 90 литровый пластиковый короб строительный он чаще всего используется и мной кстати использовался для из приготовления бетонной смеси но также как хранилище для материала вырабатываемого измельчалка измельчителем за раму измельчителя взят поддон по моему какой-то духовке от какой-то газовой плиты переломан пополам по посадочным габаритом он стал прямо великолепно в размер короба он стоит в размере короба при этом его можно поставить как болгаркой вниз загружающим отверстие вверх так и так как он только что стоял на другую грань становится он без вопросов естественно стоит он не совсем надежно при необходимости его можно подпирать ногой но измельчалка от этого особо свои функции не меняет из чего она состоит кроме этого поддона сделан загружающий лоток и жести но самый главный элемент это вот это задняя конструкция собственно там где у нас стоит болгарка болгарка 125 к но на нее или под нее сделан специальный кожушок верой она согласована с кожушком от 230 болгарки вернее болгарки с 230 диском почему это важно потому что диск который вставляется внутрь и является режущим это стандартный диск вот косилки триммера и именно в сочетании с кожухом на 230 миллиметров этот диск движется практически без зазор на зазор там где-то несколько миллиметров по краю вот получается такая композиция под болгарку подогнан кожух потому что изначально крепежное отверстие больше чем в этой болгарки кожуху приварены три гайки с помощью этих трех гаек тремя болтами кожух закреплен на согнутом на согнутом пополам поддоне в котором прорезано входное отверстие для подачи травы или любых других кандидатов в компост диск закреплен на гайке гайка использована испыт стандартного шлифовочного шлифовочной щетки щетка со временем сносилась гайка осталась к ней приварен этот трехлопастной диск трехлопастной нож тем самым я говорю как вот в этом положении болгарков в ящике так и в обратном положении на 90 градусов болгарка вверх кожух вне ящика вот так в любом из этих двух положений можно поставить и пользоваться этой дробилкой ну и первый результат это вот порубленная трава я не хочу сказать что мне все нравится безусловно но учитывая то что это собственно ну такой как бы за пять минут сделанный на левой коленке агрегат в общем-то состоящий строго из стандартных вещей ящик поддон небольшой входной кожушок в поддоне прорезано отверстие я крутятся ножи вернее нож трехлопастной установленный на болгарке а болгарка закреплена на всей этой конструкции с помощью кожуха вот как то так малята такая дробилочка вполне работоспособная вполне дробящая может нож стоит подточить не знаю скорее всего да изначально я экспериментировал вот с этой конструкции как с косилкой для травы она косила великолепно и оттуда и взялись эти тараканы что возьму-ка я ее сделаю именно рубилочкой для травы рекомендую у кого есть возможности желания и умения может сделать эту конструкцию в течение получаса ну и из нюансов именно моей конструкции вот этот выключатель у меня не фиксируемый поэтому его приходится фиксировать некой такой проволочной скобой обычно этот агрегат запускается с ножной педали то есть болгарка во включенном положении подключается к педали входное напряжение размыкается замыкается и тем самым болгарка включается выключается с болгаркой интерскол 125 кстати под диск 125 базовая на 1400 ватт такой фокус не проходит потому что в ней стоит автоматика защиты от прерывания сети то есть если болгарка включена но разорвать сеть выключателем повторно болгарка включится только опять если выключите включить выключатель по-другому здесь не получается как-то так малята собрана где-то за час на коленке работает все